как вы посмели покрасить ребенка если тебе так жалко сказать название краски я от тебя отпишусь у меня есть полка в холодильнике под крем здравствуйте меня зовут алина мне 26 лет я альбинос я родилась альбиносом но родители поняли это не сразу единственное что мам подумал ой какая светленькая то есть папа мой в детстве был светленький ну и все мама обратила внимание что я не загораю то есть у меня кожа становится не не коричневый не смогла а такая красно-розовая и только после этого мама начала обращаться к врачам что такое ну вот и в поликлинике разбирались и узнали что это альбинизм на то время не было интернет там было сложно как-то понять что-то узнать в роду вообще конечно же генетически должны были быть альбиносы просто я их не знаю не видела слышала о том что раз в шесть поколений примерно рождаются и родители должны быть носителями гена и папа и мама по-другому альбинос просто не может родиться есть разные виды альбинизма допустим может быть у кого-то только белые белые волосы при этом он хорошо видит у него смуглая кожа но это редкость в основном глазокожный альбинизм то есть как у меня глаза кожа ну и волосы светлые вот вообще альбинизм это отсутствие меланина или очень маленькое его количество то есть допустим радужка глазу у меня все-таки яркая значит у меня какой-то маленький процент есть но в целом как бы его мало кожа очень тонкая моя до видны все сосуды на лице и я хочу сказать что постактные вода когда допустим есть какое-то высыпание ночь очень долго проходит то есть на моей коже все очень долго заживает это не знаю поцарапалась муж говорит о алина полгода башка здесь и это реально так вот недавно я там обожглась короче как татуха почти этом собака подруги поцарапала подруга уже на бали давно неизвестно сколько а шрам остался такое остаются как памятные знаки альбиносу жизни можно все вот то есть там еда вода там спорт какие-то там нагрузки физически любого вида то есть почему нет главное конечно же следить за зрением вот тут особенности да там я считаю что моё понимание вообще пришло от маминых слов папа конечно тоже участвовал но как бы мама больше со мной время не проводила и за счет этого она мне рассказывала на то есть то что тебе нужно мазаться кремом то что там ты особенная тебе нужно беречься от солнца я там носила панамки там солнцезащитные очки обязательно хорошие на море кстати я плавала всегда в майке помимо купальника вот и это конечно привлекает внимание опять-таки детей они начинают показать пальцем мама почему эта девочка в майке что с ней такое вот и так приятно один раз женщина ответила это девочка голубых кровей думаю ох я вижу что я отличаюсь от других внешне когда я попадаю в такую атмосферу где меня видит первый раз и это детство конечно там показывают пальцем там да там дразнятся обзываются это все это все было насколько я знаю сейчас общество стало более так лояльно может быть воспитана или же образована потому что маленьких альбиносов сейчас не так чмурят как это было раньше кличек у меня не было никогда какой-то одной но какие-то такие обзывательства там белая смерть кстати спасибо им да я раньше не знала что в некоторых странах смерть белого цвета ну то есть какие-то там не знаю белоснежка вроде бы это было и как-то нежно но мне не нравилось не любила я вот эта белоснежка бледная вот могли там скану все что связано с цветом опять-таки то есть визуально люди видят они так себя ведут вообще если копнуть в детство к маме подходили и говорили как вы посмели покрасить ребенка у вас ума хватило и на самом деле сложно этим людям что-то объяснить есть и сейчас такие кто подходит трогает и говорит как вы покрасили себе это свои нет вы скажите я говорю ну я что еще брови и ресницы покрасила по ваш был даже мастер который требовал прямо сказать ему название я говорю ну я не знаю что мне сказать в инстаграме пишут девушки алина чем вы краситесь и они мне не верят они говорят если тебе так жалко сказать название краски там типа вообще я от тебя отпишусь эту боже мой ну пожалуйста в метро подбегали то что брали за руку просили желание загадать мол она исполнится обязательность такое поверье раньше я вообще знать не знала что какое-то желание может исполниться какого цвета у тебя волосы везде ли они у тебя такие это самый частый вопрос от мужчин причем мне пишут на разных языках мира я уже этот вопрос знаю на всех языках похож вот и на самом деле меня он бесит по сей день вот я не знаю меня я тут раздражаюсь и я бы абсолютно спокойно отнеслась к этим вопросом если бы их задавали люди близкие люди друзья которые уже со мной давно знакомые они могут им допустимо спрашивать что они хотят даже такое но тут как-то лезут и это не очень был случай когда со мной парень мы погуляли несколько раз он очень хорошо ко мне относился он у нас завязывались отношения потом он сказал он передал короче через других людей даже сам не не соизволен мне сказать это в глаза что его отталкивают мои глаза то есть ему нравится все кроме этого мне очень нравилось мамины выражение что это твой фильтр через который ты можешь пропускать людей то есть если с тобой не хотят общаться только потому что ты такая нужны ли тебе тогда эти люди это классный такой отсеиватель людей и на самом деле все равно оставались те кто хотел со мной общаться кому я была интересна и на самом деле эти люди они есть моей жизни по сей день то есть мы общаемся и это действительно классные проверенные временем люди вот так что мамин фильтр сработал мне тяжело только вот каждый час мазаться кремом спф летом в жару когда ты покрываешься ты еще кремовой пленкой сверху вот в этом тяжесть да то есть какая-то альбинос без крема будет красный это чревато болезнью кожи это очень опасно я вижу таких альбиносов честно говоря у меня прям крик души мне кажется что тут наверное в детстве не объяснили насколько это важно особенно мужчины альбинос они не любят масса для них это что-то про женское эти все кремушки не понимают насколько это важно сохранить свою кожу у меня есть полка в холодильнике под крем она конечно не подписана но суть такая что там просто ставят банки с кремом если если я иду в платье мне нужно намазать все тело то есть ноги и руки вот поэтому расход большой реально большой и спф только 50 не меньше иначе просто не поможет но защита когда я родилась маме сказала врач готовьтесь ваш ребенок ослепнет причем сказала на это с какой-то такой интонации вовсе не сочувствие а наоборот я вижу в таблице когда проверяю зрение только шебе вот эти первые крупные буквы да в принципе у меня никогда не было единицы поэтому я не знаю как это видеть весь мир полностью в красках иногда нахожу даже в этом плюс что я не все так хорошо вижу у меня глаза такие голубо-серые я бы так их назвала иногда синяя зависимости кстати от цвета у животных порой они красные и поэтому когда люди видят альбиноса человека они говорят ой ты не альбинос у тебя глаза не красно я не видела еще альбиноса с красными глазами то голубой серый синий разные цвета даже бывали коричневый ну очень редко крайне вот но не красные то есть это к животным относится больше мне можно подобрать очки для чтения то есть мне подходят такие вот которые прям вот берешь книгу открываешь да и они немножко как лупа работают вот очки вдаль но они могут мне лучше только на строчку одну и как-то я не хочу носить очки разъедной строчки ну что я не вижу сильно разницы то есть у меня зрение без коррекции вообще как таково линзы нельзя носить потому что у меня не с тагом то есть это непроизвольное шевеление глазных яблок она тоже связано с альбинизм так летом пользуюсь солнцезащитными очками причем нужно опять-таки покупать хорошие фирменные чтобы там именно было стекло которое защищает от ультрафиолета то есть какие-нибудь очки там с базара дешевые не подойдут есть такая комиссия по зрению которая пропускает вот людей да не только альбиноса в принципе кого на плохое на учебу ну и в дальнейшем на работу мой список профессий это музыкант это искусствовед историк психолог массажистом еще можно быть но сейчас мы живем в такое время когда можно окончить какие-то курсы мы можем выбирать чего мы хотим ну из минусов альбинизма это вот на мой взгляд то что ты не загораешь то что ты плохо видишь плюсы это какая-то особенность это какая-то отличительная черта индивидуальность и уникальность я себя принимаю внешне абсолютно конкретно цвет кожи цвет волос ресницы светлые брови вообще ок мне даже нравится когда я открыла свой канал на youtube очень много было мамочек которые не знали где брать информацию вот именно они хотели увидеть альбиноса на самом деле этот диагноз звучит как-то непонятно странно родители боятся да что же с его ребенком не так но я им говорю что поверьте это самое легенькое что могло быть из всех там каких-то особенностей то есть да ребенок там плохо видит до крем но в целом он соображает он хорошо может учиться то есть полностью его все когницы при нем вообще вот если в семье есть какой-то ребенок да с особенностями которые выглядят не так не обязательно это альбинизм очень важно чтобы у него был близкий человек которому можно подойти вот да там мама папа сестра и так далее поделиться с этим человеком да то есть рассказать на самом деле в моем детстве были такие люди это моя семья который можно подойти который можно все рассказать они всегда на твоей стороне вот это самое главное а